ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хлопоты в огороде как отдельный вид удовольствия, говорит Татьяна Коломиц. Десять соток в деревне Чапаевка получила еще в 2018-м от государства как многодетная мама. Осваивать участок начала не сразу, только в прошлом году. Как рассказывает собственница, тогда и не подозревала, с какими сложностями столкнется в будущем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам говорили, предупреждали, что там лес, когда выдавали. Но я не думала, что настолько. Ну и, конечно же, была удивлена, что дорога здесь. На карте это просто выглядело как полосочка. Я думала, что люди ходят там, земляная, может быть. Но уже когда приехали межевать, тут асфальтная, в принципе, крошка. По этой дороге люди раньше беспрепятственно попадали на свои участки. Теперь же единственный въезд в деревню Чапаевка фактически отсечен новой частной застройкой. Люди вынуждены бросать свои машины и идти в обход пешком. На кадастровом плане отчетливо видно, как узкая серая полоса, она же историческая дорога, ведущая к СНТ-уголок, пролегает по территории пяти участков. Спроектирована и построена жителями 31 год назад. Но по какому-то упущению не внесена в кадастровый реестр. В 2018 году 2,5 гектара земли размежевали вблизи СНТ. 16 участков получили многодетные семьи. Среди них и Татьяна Коломеец. А вот так ситуация выглядит изнутри. Та самая дорога, проходящая сквозь участок, теперь упирается в забор. Что делать с такой частью инфраструктуры, собственница участком пока не решила. У вас есть какая-то логическая цепочка между кадастром, распределением земли, администрацией, когда люди получают участки? Задать все наболевшие вопросы и услышать ответы с четким планом их решения. За шесть лет у жителей населенных пунктов их накопилось много, как и отписок из разных инстанций. Сроки рассмотрения из года в год переносили. Диалог состоялся только сейчас. Как только вышли на связь с ЦУРом, открыты были странички и даны все мои контакты, именно для того, чтобы можно было связаться. Это случилось и спасибо жителям. Они мне написали. Я максимально оперативно связывалась со службами. Я уже в выходные получила информацию о том, что дорога будет обустраиваться. Представители администрации, депутаты окружного совета и директор муниципального центра управления регионом Елена Миншикова говорили с жителями много и по существу. И кажется, выход нашли. Это все под акт. Мы демонтируем службы, демонтируют, переносят к вам на удобное место, куда нужно это имущество. Или хранится это по вашему согласию в течение 10-12 дней на той территории, которую определяет служба. Далее, после 10-12 дней, нужно же помимо отсыпки посмотреть, как она будет функционировать. Разрешение на демонтаж забора от собственницы участка получено. 10-12 дней необходимо на возведение подъездного пути. К строительным работам приступили сразу. Об этом рассказал начальник управления благоустройства Андрей Журавлев. На место строительства он приехал лично. Будем делать альтернативный маршрут. Это порядка 150 метров дороги. Дорога будет выполнена в переходном типе покрытия. То есть это нижний слой из щебенки уплотненной и верхний слой из асфальтобетонной крошки. Собственно, сейчас уже подрядная организация Друстрой у нас, это наш подрядчик, который содержит на территории Никольского, вышла на земляные работы. Планируем все завершить 26-27 июня. Альтернативный маршрут облегчит жизнь десяткам жителей деревни Чапаевка и СНТ-Уголок. Кажется, градус конфликта существенно снизился. Встречи остались удовлетворены и жители, и чиновники. За ходом работ будут следить соответствующие службы.